Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге «Царство». И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Третья глава, она насчитывает 39 стихов. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Конечно, возникает вопрос, почему дом Саулов не принял Давида. Существует инерция зла. Инерция зла, она бывает такой, что когда зачинщики этого зла уже покидают этот мир, инерция сохраняется. Ну, например, одна часть города конфликтует с другой частью города. И люди уже забыли, а из-за чего вообще начался этот конфликт. А инерция зла, она продолжает действовать. И как некогда Саул гнал Давида. Теперь дом Саулов уже без Саула. Они гонят Давида, поставив своего царя, опять из дома Вениаминова, то есть незаконного царя. И не признавая Давида, законного царя, который был мужем по сердцу Господу и который был из царственного дома Иуды. И далее читаем. И родились у Давида шесть сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы, израилетянки. А второй сын его Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелетянки. Третий Авесолом. Скажем, опережая события, Авесолом – это самый красивый из сыновей Давида. Сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Саватия, сын Авиталы. Шестой Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. В Хевроне был дом и патриарха Авраама. Это такое знаковое место. Не надо удивляться, что у Давида было несколько жен. Целый такой гарем. На самом деле в Ветском Завете нету запрета на многоженство. Просто многоженство могли себе позволить очень богатые люди. Но в Новом Завете есть такой запрет на многоженство, когда говорится о церковных лидерах, что епископ должен быть муж одной жены, пресвитер должен быть муж одной жены, и диакон должен быть муж одной жены. А так как все должны равняться на служителей церкви, которые являются пастырями во всех отношениях, они учат не только словом и образом своей жизни, то в церкви устанавливается жесткое единобрачие. Тем более, что люди всегда помнили, что первая пара людей, которых создал Господь, это Адам и Ева, там не было так, что у Адама было несколько жен, у него была одна жена. Поэтому, когда мы избегаем многоженства, мы как бы возвращаемся в райское состояние, когда есть Адам один, и есть жена его одна, праматерь Ева, плоть от плоти, кость от кости его. Когда была расприя между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. Надо сказать, что Авенир – это положительный герой Библии, хотя он воюет против Давида, хотя он сохраняет верность дому Саулова. Но вот именно потому, что Авенир – это верный человек, он в Библии положительный персонаж. И когда он умрет, погибнет, Давид будет плакать о нем, как о великом человеке. Поэтому не надо думать, что с противоположной стороны, с которой у нас какой-то конфликт, там все, без сомнения, безобразны и ужасны. Да ничего подобного. Мы должны научиться воспитывать в себе чувства, что другие православные, которые понимают какие-то вопросы не так, как мы их понимаем, но они такие же православные, как и мы. И если там у меня есть конфликт с каким-то другим православным, там по идеологическим каким-то расхождениям, это не означает, что он перестал быть православным, я перестал быть православным. Мы не можем договориться в этой жизни, но без сомнения, причащаясь от одной чаши, от одной крови Господа Иисуса Христа, мы будем едины в Царстве Божьем. Хотя мы должны искать мира, стремиться к миру, но не всегда это зависит только от нас. И далее мы читаем. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя, и вошел к ней. Авенир и сказал Ивасфей Авениру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? На самом деле наложница потеряла своего любовника, царя Саула, который погиб, умер. И даже если бы она считала Саула своим мужем, после его смерти она стала свободной, и она могла вступить в новые отношения с Авениром. Но царю Ивасфею это не понравилось. Поэтому он обращается к Авениру, к человеку, на котором держалось все царство этого Ивасфея. Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал, «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида. А ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему в сей день. От нему царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудой от Дана до Версави. И не мог Ивасфей возразить Авениру, ибо боялся его». Вот здесь мы видим, что у Авенира есть такие какие-то личные симпатии к Давиду. Да, он воюет с Давидом, но Давид ему симпатичен. Это цельный человек Давид. Это настоящий муж, у которого большая семья, много детей. Это воин настоящий. И как бы Авенир не оценил его мужество, если Авенир – военачальник. «И послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». Авенир принимает решение перейти на сторону царя Давида. Может быть, причиной этого является не только его конфликт с Ивасфеем, но и какое-то внутреннее религиозное озарение. Потому что люди не могли не замечать того, что Давид – это необычный человек. Да, это военный политический враг для колена Вениаминова и для других колен, потому что тогда-то Давида поддерживал только одно колено – Иудина, но Давид – это действительно муж Божий, который ввел воина Господня, как мы читали об этом в Первой книге царей. Поэтому я думаю, что это решение Авенира, оно возревало в нем. И, возможно, он не решался перейти к Давиду сразу, потому что он был человек чести. Он понимал, что у него есть некие обязательства перед домом Саула, и он их выполнял, насколько возможно. А когда его отдернули, ну, что же делать? Насильно, мил, не будешь. И вот Давид об этом узнал. И сказал Давид, «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном – именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мной». Мелхол – это первая жена Давида. Саул отнял ее у него и передал другому человеку в жены. Да, Мелхол – тяжелая женщина, мягко говоря. Мы потом это увидим. Но это жена, какая бы ни была эта жена. И Давид просит о Венере восстановить справедливость. И далее мы читаем. «И отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто края обрезаний филистимских. И послал Ивасфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Но далее мы видим, что этот Фалтий так привязался к ней, так полюбил ее. Пошел с ней и муж ее, то есть новый муж, и с плачем провожал ее до похурима. Но Абвинир сказал ему, ступай назад. И он возвратился». Вот этот Фалтий, очень такой симпатичный библейский персонаж, он принял Мелхолу в свое сердце, и он не так легко с ней расстается. Хотя Саул отдал ему свою дочь по злобег Давиду. И этот мужчина, любящий жену, он оказался заложником вот этих интриг высшей власти. Вообще рекомендуется к властям не приближаться слишком близко, потому что можно оказаться втянутым в некую такую воронку дворцовых интриг, не дай бог. «И отправился Авенир к старейшинам израильским, говоря, «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида, я спасу народ мой, Израиля, от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Вот здесь прямо Авенир ссылается на пророчество, которое уже было о Давиде, и оно было известно ему, значит, у него был и религиозный мотив, почему он покидает царя Иевосфея и уходит к Давиду. «Тоже говорил Авенир и Вениамитянам, и пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желал Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон и с ним двадцать человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним». Давид принимает Авенира и этих двадцать человек, которые пришли с ним, с великой честью, потому что Давид был человек великодушный, и он понимал нравственные качества даже своих врагов, своих противников. Давайте посмотрим, что пишет Амросий Медиаланский. Это его книга об обязанностях священнослужителей. Давид привязал к себе народ свободно, выполняя свои обязанности. Во-первых, во время распри среди народа он предпочел жить изгнанником в Хевроне, а не царствовать в Иерусалиме. Далее, показав, что он ценит доблесть даже во враге, он полагал также, что справедливость нужно выказывать по отношению к носившим оружие против него, в той же мере, как по отношению к своим воинам. Опять же, он восхищался Авениром, храбрейшим бойцом противной стороны, когда он был вождем и вел войну. И он не отверг Авенира, когда тот просил мира, но почтил его пиром, когда же в результате коварства Авенир был убит, Давид горевал и оплакивал его. Он следовал за ним и почтил его ближних, засвидетельствовал добрую веру, его желание отмщение убийцы, сделал наследником по службе его сына, более беспокоясь о том, чтобы не остался без отомщения невинно убиенный, нежели о том, чтобы оплакали его собственную жизнь только его близкие. Для Давида были близки даже его враги и его противники, в которых он находил некие нравственные качества. И мы читаем о трагедии, которая происходит с Авениром в доме царя Давида. Давид никак не причастен к этой трагедии, но мы помним, что Авенир убил молодого Саила, а у Саила был старший брат Иаав, который не мог этого никак забыть. И вот идет пир и сказал Авенир Давида Давиду, я встану и пойду и соберу господину моему царю весь народ израильский и они вступят в забет с тобою и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид Авенира и он ушел с миром. Слово мир по-еврейски шалом оно означает очень много. Это не просто ушел с миром, то есть они перестали ненавидеть друг друга. Этого не было даже тогда, когда они воевали друг с другом, потому что Давид умел и в противнике увидеть некие положительные качества. Ушел с миром, это значит, что они оказались единомысленными, и в политическом смысле, и в религиозном, и в нравственно-моральном смысле. Это мир как проявление гармонии. И вот слуги Давидовы с Аавом пришли из похода и принесли с собою много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иав и все войско, ходившее с ним, то есть с Аавом, пришли, то Иаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел. Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. Вот Иав это человек, который всех мерит по себе. Проблема вот этой ситуации, конфликт между Иавом и Авениром, конечно Иав это начальник Давида. Это вполне преданный Давиду воин, человек, но Авенир чище. Авенир более цельный человек. А Иав все мерит своей меркой и личная неприязнь к Авениру застилает ему глаза. Ну разве Авенир виноват в смерти Асаила, когда этот мальчишка бежал за опытным воином, а тот уклонялся от него с единственной целью не погубить этого юношу. И далее мы читаем «И вышел Иав от Давида», что значит «вышел», то есть в таком гневливом состоянии пребывая, и послал гонцов вслед за Авениром и возвратили они его от колодзя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, но он думал, мало ли, Давид хочет что-то уточнить, то Иав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавва. Кто убил Авенира? Если мы скажем Иоав, это не так. Его убил вот этот спортсмен Асаил, который бегал за ним, как бегун на длинной дистанции. вот этот юноша, который не мог, наверное, в нравственном смысле отличить правую руку от левой своим легкомыслием, он стал причиной смерти серьезного человека, большого человека, человека с большой буквы. А Иоав был под влиянием Асаила. И что происходит далее? И услышал после Давид об этом и сказал, невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Он возмутился и он испугался не только за себя, но и за свое царство. Такое коварство с человеком, который сам добровольно пришел в Евром и так с ним обошлись, который уже строил планы в своем сознании, как он будет вместе с Давидом ходить походами на ферестимлян, на амаликетян, на других врагов народа Божия. И все это разрушено. Человек убит. И Давид восклицает «Пусть падет она, то есть кровь Авенира, на голову Иава и на весь дом отца его, пусть никогда не остается дом Иава без семена точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Вот это очень серьезное проклятие дому Иава. Что значит «теперь будут они все семена точивые?» То есть у них будет извержение семени, а они будут все время в искоренном состоянии. Проказа коснется этого дома, это серьезное наказание. Кстати, проказа по-еврейски Мацора это не лепра, не та проказа, которую мы сейчас знаем. Это наказание, которое давалось, это духовная болезнь Мацора, это наказание, которое давалось за осуждение других людей. И мы видим, что Мариам, сестра Моисея, она покрылась такой Мацорой проказой, потому что она засловила своего брата. И это наказание соразмерно вины Иава. Он злословил Авенира, он ненавидел Авенира, он гнал Авенира, человека благородного, цельного. Итак, проклятие дома Иава, семена точивость, проказа и опирающиеся на посох, то есть хромые, больные ногами, или падающие от меча или нуждающиеся в хлебе, эти люди будут гибнуть от меча, потому что мечом они пролили невинную кровь в лице Иава, от меча они и падут, а нуждающиеся в хлебе, никто не возьмет их на службу, таких жестоких, коварных людей нельзя облекать во власть, они будут нищими. Иав же и брат его Овеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона, но мы знаем, как это было, и сказал Давид Иаву и всем людям, бывшим с ним, разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авениром, и царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал весь народ. То есть все поняли, какого великого человека потеряли, человека, который имел удивительные качества и оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, это песнь плачевная, и ноги твои не в оковых, и ты пал, как падают от разбойников. Мы знаем уже вторую плачевную песнь, первую мы изучали в начале второй книги царств, это плачевная песня о Сауле и Иннофане, а здесь он сочиняет песнь плачевную об Авенире. И весь народ стал еще больше плакать над ним, то есть над Авениром. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря, то и то пусть сделает со мной Бог, еще больше сделает, если я до захождения солнца, вкушу хлеба или чего-нибудь. Из книги Маковейской, второй книги, мы уже знаем, что они молились за мертвых, соединяя эту молитву с постом. И Давид молится за Авенира, в упокоении его души, в еврейской традиции есть такое понятие, как заупокойный кадиш, и соблюдает строго пост, отказывается есть до захождения солнца. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. Люди оценили Давида. Они сначала его избрали над собой, а здесь они его оценили, они распознали его. Иногда люди выбирают над собой правителя такого, как его нарисовали средства массовой информации. А какой он человек, реально, никто не знает. Небольшой количество людей общается с ним непосредственно. Так вот, Давида они не очень знали, они слышали о его подвигах, о его пророческом даре, о том, что он здорово играет на псалтыре, но это не свидетельствует о нем, как о человеке. А тут они увидели, что это человек, это настоящий человек, это живой человек, это личность. Давид был личностью, которая могла рассмотреть даже в врагах своих, противниках своих, их достоинства, их честь, их величие. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умершление, а Венира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле. Вот так надо оплакивать даже своих противников, если они единокровные и единоверные с нами, оценивая их личные качества. А не то, как судьба распорядилась, и мы оказались в столкновении с ними. Давид продолжает говорить, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья, соруи, сильнее меня, пусть же воздаст Господь, делающему злое по злобе его. Действительно, взявший меч от меча падет, и Господь всегда воздает злое по злобе злого человека. Потому что мера того, как мы относимся к другим, это мера того, как Бог может отнестись и к нам самим. и « мера того, мера того, Продолжение следует...